Да, все вы... А, она не работает ваша? Работает? Не работает. Сейчас презентацию соберем. Сейчас я... Не работает. Я же говорила, микрофон не работает. Все. Работает? Нет. Не работает. Сможете, пожалуйста? Нет. Да, о, ужасно. Простите, громко разговаривает. Нас просят пока не разбираться, не начинать. Но у меня есть интерес. У нас, да? У нас есть интерес. Мы сейчас входим с Ларисой Витальевной Самариной, входим в рабочую группу при Минтруде. Рабочая группа при Минтруде по разработке документов, необходимых для того, чтобы принять положение о службе ранней помощи в Российской Федерации. И на самом деле эта рабочая группа уже года два как трудится над этими документами и ищет различные способы сделать так, чтобы ранняя помощь заработала на вполне легальной основе. Думает над тем, какое ведомство для этого привлечь, ищет способы сделать это на межведомственной основе. И нужно сказать, что сейчас мы, в общем, уже в очень хорошем таком этапе нашего пути, потому что в регионы ушло поручение для того, чтобы регионы над этим подумали, поработали. Мы уже создаем не только типовое положение, но и создаем перечень услуг, которые должны быть в службе ранней помощи. И в связи с этим, конечно же, хотели бы обратиться к вам с вопросом, коротенько представиться, секция небольшая, рассказать, откуда вы приехали, почему вам ранняя помощь интересна. Потому что важно для нас всегда мониторить эту ситуацию, где что-то появляется, на какой основе работает. Я прошу прощения, сейчас отключу телефон. Всех всегда призываем отключать телефон и свой забыл отключить. Но у нас поэтому такая была мечта, кроме того, чтобы обсудить вообще, ну, содержательно ту работу, которую все мы ведем, и какие-то идеи, куда можно двигаться в разных местах. Но есть еще такой интерес в рамках вот этой вот общественной деятельности, попробовать у вас выяснить несколько вещей. Ну, мы хотели бы, может быть, чтобы вы представились, прежде чем мы начнем, чтобы мы тоже понимали, на какую аудиторию мы ориентируемся. И вопрос, так сказать, откуда вы, и кто вы, родитель, специалист, и работаете ли вы с ранней помощью. Но и второй вопрос, наверное, который нам очень интересен, это дошло ли до вас вот эта вот разосланная концепция по ранней помощи до вашего региона. Знаете ли вы что-нибудь про нее, да, если можно? А у нас где второй микрофон? Мы можем поедать. Да, вот давайте пустим, придам. А когда рассылали, Ларис? На самом деле концепция для обсуждения, знаете, в июне была разослана, но сейчас уже идет работа итоговая, конечная. Уже собрали какие-то результаты. А по каким ведомствам рассылали? По каким ведомствам рассылали? Да, всем рассылали. Здравоохранение, судзащита и образование. А можно подавать? Вопрос сразу. А эти ведомства, кого должны информировать? Там есть какой-то для них? Что там говорят? Нет. Ну вот мы сейчас и узнаем, проинформировали они кого-нибудь или нет. Вот это мы им и вернем на стачу прямо буквально в понедельник. Это очень будет замечательно, потому что нам победно отчитали, что разослали по всем регионам, разослали замгубернатора по социальным вопросам. А дальше, а очень зависит от этого замгубернатора. Либо он послал по всем тем трем ведомствам, которые по идее в регионе держат раннюю помощь в каком-то виде, либо он в одном послал, либо ни в какое. Да? Ну, если можно, давайте начнем. Вот, Светлана Михайловна Трубка, скажите нам пару слов. У тебя Светлана, Валтай, Новгородская область, Центр психолого-медико-педагогической реабилитации и коррекции, государственное бюджетное учреждение. Ну, я так предполагаю, о том, что вы сказали, идентифицируя информацию, что все-таки, наверное, дослали, потому что информацию с нас собирали. О том, что есть ли такое направление работы, какие специалисты и работа им длиной, получается, присылали. Спасибо. Если можно, подождите дальше. Ну, у меня особый случай. Я и не специалист, и не мама, не родитель. Я организатор, разработчик программы семейно-здоровительного реабилитационного центра в Крыму. Это город Екпатория. Не знаю, присылали или нет, поскольку у нас негосударственное учреждение, то мы вообще мало кому интересны из этой сферы чиновникам. Единственное, чем я хотела бы поделиться очень. Буквально сейчас, во время перерыва, я поднялась в номер и увидела информацию по Крыму. Понимаете, вот стоит такая задача, ну, чтобы санатория в Крыму не пустовали. И не придумали ничего лучшее, как реализовать в осенне-зимний период заполнение санатория по программе «Особые каникулы» для детей с особенностями здоровья. И вот такая фраза. Дети с аутизмом. Надо сделать все, чтобы они приезжали в санаторий не по 50, не по 100 человек, а человек по 200. Да, у нас, это вот реально сейчас, я увидела выступление Натальи Прочук, руководителя секции, ассоциации ательеров Крыма, понимаете? Да, у нас нет специалистов, мы подучим. Вот такому положению вещей, мне кажется, просто нужно срочно поставить заслон, запрет, потому что мы начали в Крыму искать базу с 2013 года, когда Крым еще не был российским. И с чем я столкнулась? Что очень мало психологов. Я прошу прощения, все-таки это, наверное, потом. У нас будет время для обсуждения, мы сейчас хотим узнать просто откуда вы и какое вы имеете отношение к ранней помощи. Если можно, пустите дальше макрофон по рядам. Вот следующему человеку передайте. Девушка, следующая. И нам очень повезло в свое время, что нас начали обучать в Москве. Мы еще работали с Розенковой и Юлией Анатольевной, когда вообще о раннем муше детстве разговор не шло. Спасибо. А знаете ли вы вот о той работе, которая сейчас идет по попытке придать какой-то официальный статус службам ранней помощи в разных регионах? Вот я о чем хотела сказать. Вот год назад я ушла из дома ребенка. Почему, объясню. Мы очень много помогаем нашим детям, но это была очень закрытая организация. И когда меня просили помогать родителям, и когда детки попадали ко мне в два года, и нам говорили, раньше нам никто помочь не мог. Нам говорили, что рано, и никто этим не занимается. Я пошла в наши власти и говорю, дайте мне, пожалуйста, при нашей поликлинике два дня, просто кабинет, чтобы я могла встречаться с родителями. Я знаю, что делать. Я просто знаю. Я знаю, какой результат есть. И мне сказали, что у вас нет ни в одном стандарте. Как вас обозвать? Куда вам деваться? И я ушла из государственной структуры. Сейчас я работаю в организации «Дети-ангелы». Езжу, получается, по всему Союзу. И знают, что мы занимаемся именно ранним вмешательством. И еще, вы знаете, не соврать бы. Лет 10 назад, у меня просто эта дефектология есть, было большое какое-то заседание, где говорилось о раннем вмешательстве, что были прописаны все документы. Их было сотни, и не 10 лет назад, а я помню, первый где-то лет 25 назад. Вот я имею в виду, я первый запомнила 10 лет назад. Ну, нет, это, наверное, сейчас все-таки мы не сможем так углубляться в то, что происходило. Интересно то, что сейчас. Если можно, спасибо вам большое. Давайте вы... Ростовская общественная организация «Лучки добра». О такой концепции мы не слышали. Это семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна. Спасибо. Здравствуйте, Юлия, Курасан-Петербург. Родители. О концепции не слышали, но вот Институт раннего вмешательства, собственно, нас направляет как-то и помогает нам. Поэтому мы знаем, что это такое. Здравствуйте, Крошкина Ольга, Кострома, мама, член общественной организации, другие мы, поддержки людей с синдромом Дауна. Мы были инициатором в своем городе, то есть обращались во все ведомства здравоохранения и соц. с инициативой создать у нас службу раннего вмешательства. И, в принципе, власть в городе знает, что мы являемся инициаторами. И уже года два мы пишем, обращаемся, чтобы как-то сдвинуть это дело с мертвой точки. Но на нас никто не вышел до сих пор. Соседка. Добрый день. Москва. Дом ребенка номер 19. Специализирован дом ребенка. Я работаю старшим воспитателем. У нас дети как раз с двух недель до четырех лет в данный момент находятся. Поэтому вопрос для нас очень актуальный. Про концепцию, к сожалению, я еще не слышала. Может, не дошло еще. Здравствуйте. Людмила Резвикова, мама ребенка, город Кострома. Про концепцию не слышала, но вопрос очень интересный. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Я из Калуги. Я мама девочки с синдромом ДАМ, но нам еще нет трех лет. О концепции я не слышала, но мы ходим в Центр доброта у нас в Калуге. Там есть такое понятие, как Шурешки, школа раннего развития. То есть мы маленькие, но мы ходим занимаемся с психологом. Но узнала я о том, что у нас это из Калуги совершенно случайно. То есть какой-то такой моральной, психологической помощи или информационной в маленьком возрасте, после того, как мне сообщили о том, что у нас такой синдром, я не получала. И, конечно, меня очень возмущало этот вопрос о том, что даже нет элементарно психолога в роддоме или хотя бы человек, который как-то беседовал бы с мамочкой, но не только у кого дети с синдромом ДАМ, но и какие-то другие заболевания и прочие проблемы. Поэтому мне вот этот вопрос очень интересен. Хорошо, спасибо, это здорово. Здравствуйте. Бочерякова Евгения, город Ширья, Костромская область. Я мама девочки с синдромом РЭД 12 лет, и я же председатель общественной организации детей-инвалидов и их родителей. У нас в городе службы ранней помощи нет совсем. Поддержки родителей и семей по раннему вмешательству нет совсем. И, к сожалению, вот о концепции, про которую сейчас говорят, мы, в общем, тоже не слышали. Кроме того, есть даже некоторое сопротивление со стороны медицинских и административных структур в плане наших инициатив. Сейчас мы планируем создавать тоже в городе службу ранней помощи от нуля до трех. И вот надеемся, что сможем здесь тоже подчеркнуть много полезной информации. Спасибо. Спасибо. Ершихина Наталья, город Дзержинск, Нижегородская область. Некоммерческая организация помощи детям-инвалидам, дети-ангелам. С ранним возрастом мы сейчас работаем. Мы сотрудничаем в плане образования с институтом раннего вмешательства. И в рамках тех знаний, которые мы получили, мы работаем с ранним возрастом. Службы ранней помощи в нашем городе нет. Вот уже два года мы участвовали в различных конкурсах для того, чтобы данную службу создать. Никаких концепций к нам не приходило, поскольку мы не государственная структура. Спасибо. Не государственная структура я не могла, по идее, прийти. Мы попали туда, потому что обе включены, как эксперты в комиссии. Да. Здравствуйте. Рязань. Ольга Путинцева. Работаю в психологом-медико-педагогической комиссии. О ранней помощи и о том, что проводит такой мониторинг, мы знаем, потому что с нас собирали эти сведения. В июне месяце мы услышали о том, что такая концепция выдвинута, участвовали здесь в Москве в обсуждении ее. Каким образом будет организовано все это в нашем регионе, пока сложно сказать. Спасибо. Вот я так поняла, что все-таки мы не успеем опросить всех и будем, наверное, как-то делать это местами. Но если можно, поднимите руки, кто относится к государственным службам. Довольно много, да? Хорошо, спасибо. Тогда мы все-таки попробуем рассказать, что может делать не государственная организация. У нас такое интересное. Есть не государственные организации, которые оказывают помощь, а есть вообще всякие интересные модели. Давайте мы дадим Оксане Михайловне нам рассказать. А потом, может быть, уже в живом общении вы нам будете продолжать знакомиться. Ладно, а то получается долго. Спасибо. Матвеева Оксана Михайловна, Красноярский центр лечебной педагогики, региональная общественная организация. Организация наша не государственная. Мы ничьи, сами по себе образовались, существуем уже 17 лет. И занимаемся, объединяет организация специалистов, показывающих в помощь семьям с детьми раннего возраста. Ранний дошкольный возраст. Это вот сфера наших интересов. Я вот думала, как рассказать о раннем вмешательстве. В течение вот таких вот трех дней сейчас, в общем, можно услышать, что какие-то основные принципы и подходы оказания помощи детям в раннем возрасте, они, в общем, уже известны и приняты, по крайней мере, в профессиональной среде. И служба раннего вмешательства, это сейчас уже не новая вещь, она известна, и действительно, вот там, 20 лет назад впервые они возникли в Санкт-Петербурге, программы раннего вмешательства, в Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства, и за 20 лет они, в общем, там, достаточно активно распространились по России. И уже создано профессиональное сообщество специалистов раннего вмешательства, и создана ассоциация раннего вмешательства при Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства. Поэтому, в общем, наверное, о технологии говорить, наверное, не нужно. Важно понять, чем для родителей важны программы раннего вмешательства, и как специалисты и родители могут объединиться в том, чтобы изменить качественно, улучшить жизнь детей в раннем возрасте. Вот на первом слайде, это, значит, цель программы раннего вмешательства, и это программы, которые как раз направлены на то, чтобы с самого раннего детства, если у ребенка есть сложность в развитии, либо риск возникновения сложностей, это семье и этому ребенку была оказана помощь. Для этого создаются службы раннего вмешательства. Они, в общем, в нашей стране создаются и в государственных учреждениях, и в негосударственных. Нам, наверное, как-то легче, потому что у нас организация негосударственная, никто не регламентирует и не требует от нас потока плана по валу, скажем так, и мы можем работать с семьей, которая приходит в центр столько, сколько нам необходимо, столько, сколько необходимо ребенку, и таким образом, чтобы помощь семье оказывалась с учетом интересов ребенка и интересов семьи. Программы раннего вмешательства работают и поддерживают семьи, которые воспитывают детей от рождения до 3,5-4 лет. Дальше после исполнения ребенка 3-4 лет они переходят либо в дошкольные учебные учреждения, либо продолжают, например, с нами сотрудничество, но уже несколько в другом варианте, поскольку центр называется центр лечебной медагогики, и служба раннего вмешательства является как частью нашего центра. Прежде чем, например, перейти к следующему слайду, я хочу сразу проговорить о том, что служба у нас создана и работает уже давно, но есть вопрос, который вполне возможно и для вас является некоторой сложностью, как родители узнают о том, что эта служба есть, и как туда попасть, тогда, когда ребенку уже не 3,5-4 года, а тогда, когда он родился, и родители оказываются в трудной ситуации, в которой как раз и нужна поддержка семье. В общем, любая семья, живущая и ждущая ребенка, надеется на лучшее, надеется на счастливое детство своего ребенка и образ этой счастливой семьи, наверное, в каждой семье есть. Когда семья узнает о том, что произошли какие-то сложности, и все будет совсем не так, это стресс для родителей. И в этой ситуации, конечно же, очень важна поддержка команды специалистов, которые работают в службе районного вмешательства. Особенности программ, они здесь указаны, это и междисциплинарная команда, которая включает в себя специалистов разных направлений. Это и специалист по ранней коммуникации, и психолог, и специалист по движению. И говоря, например, о командном подходе, мы сразу можем сказать о сложностях, которые есть, потому что не любое сообщество специалистов разных направленностей является командой. И для того, чтобы эта команда случилась, и в оказании помощи семье, в центр ставила ребенка и семью, и работала на то, чтобы произошли изменения в этой семье в лучшую сторону, нужно прикладывать определенные усилия для того, чтобы специалисты понимали друг друга. Это одно. Потом мы знаем, что есть некоторый вариант, и идеальная служба раннего вмешательства. Мы понимаем, что, например, у нас в Красноярском крае нет ни одного физического терапевта, который был бы компетентен, подготовлен и имел документ, подтверждающий, что это специалист по физической терапии. Как-то с ранней коммуникацией немножко полегче, а с физической терапией прям совсем худо, и у нас нет ни одного специалиста на весь огромный Красноярский край. Вполне возможно, у вас тоже такая же ситуация есть, и нужно думать о том, что, в общем, как бы этих специалистов надо откуда-то брать для служб раннего вмешательства. Мы знаем, что в раннем возрасте ситуация с движением – это тот самый паровоз, который тащит развитие ребенка, и он очень влажен. Можно говорить о выстраивании партнерских отношений – это один из принципов. Эффективность работы службы раннего вмешательства – это партнерские отношения специалистов с семьей и с родителями. И тут тоже получается целая куча разных сложностей. Хорошо, если эти партнерские отношения состоялись, и тогда семья с ребенком и специалисты могут обсуждать потребности ребенка, и могут разговаривать, слушая друг друга. И мама может участвовать не сидеть там на лавочке и смотреть, как специалист работает, а участвовать в событиях, которые происходят непосредственно на занятии. И кроме этого, еще и обсуждают то, каким образом устроить повседневную жизнь дома. Потому что раз в неделю семья приходит в службу раннего вмешательства, а все остальное время мама вместе с ребенком находится дома. И что происходит там, это может быть даже в большей степени важно, чем то, что происходит на занятии, непосредственно в службе. Программы строятся на определении сильных сторон ребенка, и в этом нам очень сильно помогают шкалы развития. Существуют разные способы определения уровня развития ребенка в раннем возрасте. Но мы как-то привыкли к тому, что вот эти шкалы развития, которые КИД и РСДИА, с которыми мы когда-то, обучаясь в Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства, познакомились и вот уже 17 лет их используем. Для нас они действительно очень хороший профессиональный ресурс, который позволяет обсуждать вместе с мамой, что происходит, определять какую-то зону ближайшего развития и выбирать то, что в большей степени актуально для мамы и для ее ребенка, каким образом устраивать эту программу. И вот эти шкалы, они как раз позволяют определять не только, чего у ребенка не случилось, что у него там не происходит в его развитии, но и понимать, что ребенок может. И поняв, что он может, нужно, в общем, двигаться дальше, сравнивая развитие ребенка с самим собой. Не с условной нормой, не с другими детьми, а именно маленькие успехи видны. Хотя есть ситуации, когда с ребенком совсем-совсем тяжело и сложно, и тогда, в общем, программа KID-RCDI не дает какого-то такого очень явного видения и динамики развития ребенка. Тогда мы переключаемся на другую ситуацию. Мы просто думаем о том, насколько ребенок независим и самостоятельен в своей жизни, и насколько нормально устроена жизнь семьи с ребенком, у которого есть сложности. Программы раннего вмешательства имеют свои принципы. Эти принципы такие основополагающие в переводе системы помощи, модели помощи семьи с медицинской на социальную. И одним из важнейших этих принципов является принцип нормализации, функциональной реабилитации. И специалисты знают, что такое функциональная реабилитация, это возможность ребенку быть активным и самостоятельным. И когда мы говорим о службе раннего вмешательства, это очень и очень важно. Как организовать эту жизнь ребенка таким образом, чтобы он максимально мог что-то делать сам, даже если нам кажется, что у него это не будет получаться, либо нам кажется, что он в очень тяжелом состоянии. Но если мы видим, например, что ребенок в 4 года играет погремушкой только лишь потому, что он может ее держать, это не совсем правильно. Вполне возможно, что мы просто не давали ему возможности что-то делать самостоятельно и научиться каким-то навыкам, которые дадут ему почувствовать самому себе, самого себя более успешным и активным. И очень важный момент – это развитие естественной средой. Как правило, мы встречаемся с ситуацией, когда ребенок со сложностями рождается в семье, и семья, естественно, бросает все свои силы на то, чтобы помочь вылечить ребенка, либо найти уникальных, удивительных, самых лучших специалистов, которые помогут ребенку научиться говорить, двигаться, ходить, будут развивать его познавательную активность. И приходится, если случается вот этот контакт, вот это вот партнерство с мамой, то получается рассказать маме и вместе с ней подумать, как естественная жизнь дома может стать развивающей. Здесь же подключиться может и психолог, который может помочь маме справиться с ее тревогой. Тогда, может быть, и ребенок будет чувствовать себя лучше в домашних условиях. Ситуация развития служб раннего вмешательства, это вообще как бы раннее вмешательство, это технология высокотехнологичная. Это технология, которая разворачивается сейчас, по крайней мере у нас в Красноярском крае, на базе уже существующих центров помощи семье и детям, реабилитационных отделений, в социальных центрах. И она предполагает наличие уже специалистов, которые должны получить специализированные знания, которые позволяют им лучше понимать, как развивается игра у детей в раннем возрасте, как выстраивается, как организовать ситуацию развития в естественной среде, каким образом должны развиваться двигательные возможности ребенка, коммуникативные возможности. И в этом, конечно, у всех нас есть достаточно хороший ресурс в виде Санкт-Петербургского института раннего вмешательства и их разработанных обучающих курсов, которые мы достаточно активно использовали в течение ближайших последних двух лет. У нас Министерство социальной политики предположило, что стоит развивать службы раннего вмешательства на территории края. И в течение двух лет специалисты служб раннего вмешательства, создаваемых на базе реабилитационных и социальных центров, командами обучались. И специалисты института раннего вмешательства и Московского центра лечебной педагогики приезжали и обучали команды, давали знания по различным направлениям именно относительно того, как устраивать работу и поддержку семьи с детьми раннего возраста. Наверное, нужно сказать о том, что семья, живущая в крупном городе, даже в районном центре, где есть система социальной защиты, и социальный центр находится в более выгодном положении, нежели семья, находящаяся на очень отдаленном расстоянии от районного центра. В Красноярск, например, огромная территория, и у нас есть места, где нужно, например, от Красноярска, чтобы добраться до деревни Кучердаевки, в Иландском районе нужно сначала ехать сутки на поезде, а потом доехать на автобусе, а потом еще найти какую-то машину, чтобы вас довезли до этой деревни Кучердаевки, либо семь километров иди пешком. Я думаю, что в нашей стране с огромными территориями, в общем, таких деревень, наверное, очень много. И осени-то рождаются, вернее, дети рождаются в разных местах. И каким образом вот эта помощь высокотехнологичная, она может дойти до семьи в каждом уголочке. И не тогда, когда, например, ребенку исполнится 4-5 лет, а тогда, когда ребенок родился, и семья требует поддержки. Я хочу сказать, что год назад нам повезло, мы были включены в программу, которую начал Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства. Это программа «Местное сообщество детям», в которую вошли несколько регионов, в том числе и мы. Эта программа была направлена на создание ситуации, которая позволит обучать родителей детей в обычной ситуации ежедневных рутин навыкам, которые позволят ребенку чувствовать себя самостоятельным. Эта двухлетняя программа, она поддержана Министерством экономического развития, и в рамках этой программы идет отработка и методических материалов, и вообще алгоритма оказания помощи, для того, чтобы потом можно было передать эту технологию, видимо, дальше, в регионы, я надеюсь. И вот сейчас мне бы хотелось просто рассказать поподробнее про эту программу СБР. Она вообще на самом деле у нас в России тоже уже не новая. Когда-то 10 лет или 15 лет назад тот же самый институт раннего вмешательства, ее первый раз перевел на русский язык и вынедрял в некоторых регионах, сейчас мы ее используем в работе нашего центра и тех служб раннего вмешательства, которые созданы в учреждениях социальной защиты. помощь осуществляется по трем направлениям. Развитие функциональных способностей человека, то есть функциональные способности, те способности, которые дают возможность быть независимым, активным и самостоятельным. Она приспосабливает окружающую среду и обучает окружающих людей для того, чтобы не случилось вот этих вот ограничений. И вот эта вот функциональная реабилитация в ситуации домашних рутин, создание среды, это предпосабление окружающей среды, это не только доступная среда, связанная с пандусами, это и возможность ребенку посещать там, гулять во дворе, ходить в развивающий центр на соседней улице, когда придет время выйти в детский сад. И как раз вот третье направление, обучение окружающих людей для предотвращения появления ограничений, это как раз вот те знания, которые должны распространяться в обществе для того, чтобы ребенок и семья, воспитывающая ребенка с особенностями развития, могла чувствовать себя достаточно комфортно и благополучно в нашем обществе. Вот эта технология, это вообще как бы в моем представлении, это очень простой и первичный этап оказания поддержки семьи, в которой родился ребенок, у которого уже случились сложности, либо есть риск возникновения этих сложностей. Особенность этой программы, она проводится по месту жительства ребенка. И тогда, если мы помним, что у нас страна очень большая, есть очень далекие места, в которых люди нуждаются в поддержке, мне кажется, что вот эта программа для этого, она основана на обучении людей и направлена на то, чтобы ребенок и семья были включены в жизнь того сообщества, в котором они живут и находятся. Особенность этой программы в том, что здесь обучается мама, либо бабушка, либо няня, тот человек, который чаще всего и больше всего находится вместе с ребенком. И направлена на улучшение, качественное улучшение помощи, жизни ребенка с особенностями. Она проста, элементарна и доступна каждому. Вот здесь вот на фотографиях, вы видите, вверху это пакеты, методические пакеты, которые написаны очень просто и доступно. Если специалист высококвалифицированный открывает эту книжку и читает ее, им кажется, что это такая ерунда, потому что это такая простота, и про это знают все. Но нужно помнить, что эти книжки, они рассчитаны на маму, которая, может быть, не владеет знаниями в области реабилитации, но если человек умеет читать, то он точно в ней разберется. А если еще есть рядом кто-то, кто может подсказать, как пользоваться этими пакетами, этой литературой, то это действительно может быть очень хорошим подспорьем для семьи, для того, чтобы качественно поменять жизнь и ребенка, и семьи. Мне кажется, что ситуация, которая сейчас возникает в стране, она такая как бы в преддверии каких-то совершенно новых событий, которые могут привести к тому, что помощь семьям может быть ну вот изменившейся, не такой, как раньше, да, там, например, там привели ребенка к специалисту, получили помощь. Вот люди моего поколения очень хорошо знают, ну, я не знаю, в силу того, что, может быть, нас так учили, чего делать, если, например, человек ломает руку. Мы все знаем, что нужно наложить шейну, чтобы там три сустава были неподвижны. Мы точно знаем, как лечить, там, например, там, артериальное кровотечение, там, вот, венозного, и что делать, если у нас там артерия повреждена, или, например, там, венозное кровотечение, там, в одном случае, там, жгут и записка, да, в другом случае, там, например, тугая повестка, и все равно нужно потом обратиться к врачу. Так вот, мне кажется, что вот эта вот технология, СИБИА, это как раз те, тот самый, те самые знания, которые, по большому счету, должны быть у всех, по крайней мере, специалистов, которые занимаются тем, что они поддерживают семью, в которой растет ребенок в раннем возрасте. Особенность моя такова, что для меня очень важно составить какую-то такую схемку. Когда схемка выстраивается, я понимаю, что надо делать. И вот с точки зрения, например, там, выстраивания системы первичной помощи семье, у меня родилась вот такая схема. Эта схема, естественно, ложится на тот опыт, который есть у нас в крае. И вверху это семьи, воспитывающие детей с особенностями развития. Это любая. Это деревня Кучердаевка, это какой-нибудь хутор, далеко-далеко, до которого не добраться. Но если там есть семья, в которой есть ребенок, которому необходима помощь, он может ее получить. Он может ее получить через социальных ученковых инспекторов. Вот здесь вот написана служба раннего вмешательства, Несеиск, Назарова, Шушенская. Это те службы, которые министерства вместе с нами создавала. А каким образом она создавала? У нас есть программа «Доступная среда», и во многих регионах эта программа тоже есть. И в эту программу заложена как раз материальная база, которая создавалась для служб раннего вмешательства, обучающие семинары, которые мы организовывали, приглашая институты, центры лечебной педагогики. И в этой ситуации вот это как раз специалисты, которые уже обладают знаниями, необходимыми для того, чтобы помочь ребенку и семье, воспитывающей ребенка раннего возраста. На одной из супервизий, когда мы приезжали и организовывали вот эту вот работу служб раннего вмешательства, мы узнали, что оказывается в каждом районе, в каждом районном социальном центре есть специалист, который выстраивает отношения с населенными пунктами, которые относятся к этому центру. И в каждой деревне и в каждом поселке есть социальный инспектор. Что он делает сейчас? Сейчас он помогает семье собирать документы для того, чтобы оформить инвалидность, пособие или еще чего-нибудь. Если он будет знать про эту технологию себя, то он может прийти в семью и, используя вот эти методические пакеты, помочь маме по-другому организовать жизнь либо поддержать ее. Конечно, этот человек должен, его нужно как-то проучить. И у него, по идее, может быть вот эта вот поддержка у специалистов служб раннего вмешательства. А у этих служб есть мы, у которых есть уже больше 15 лет опыта работы в службе раннего вмешательства. И мы знаем, что такое программа СИБИАР. У нас есть институт, который вообще может ответить на кучу всяких разных вопросов. И если есть необходимость приехать и, в общем, либо в режиме скайпа провести семинар, либо непосредственно приехать в территорию, и мы можем собрать специалистов и проучить их. Вполне возможно, что в ваших территориях наверняка есть центры, которые тоже, в общем, и в службе и с технологией раннего вмешательства знакомые, и с технологией СИБИАРа, если нет, то можно обращаться к структурам, или к учебным, вернее, к организациям, которые владеют этой технологией. Вот сегодняшнее событие в течение вот этих вот нескольких дней, наверное, не случайно, когда и специалисты, и родители вместе находятся, и мы можем просто создать ситуацию, где, в общем, с двух сторон двигаться для того, чтобы создать вот эту вот систему первичной помощи семье, когда родители будут говорить, а мы знаем, что вот это есть, создайте это у нас. Специалисты будут говорить, да, мы знаем, куда обратиться и где получить эти знания. Давайте вместе как-то объединяться и что-то менять для того, чтобы и службы раннего вмешательства, и, значит, различные технологии, там, Мэрли, Бёрдс и СИБИАР и другие, которые точно нужны для семей воспитывающих детей раннего возраста, были не уникальными для страны, там, для какого-то региона, а они были общедоступными. Спасибо. Спасибо, Оксана Михайловна. Я хочу сказать, что, конечно, вообще у нас уникальная страна, у нас каждый, каждый регион на особенку. Вот мы сидим тут с Ларисой и думаем, что социального инспектора в нашем регионе, в Москве нету, и в Петербурге тоже нету, да, и это классно, что он у вас есть, да, но я могу сказать только одно, что когда мы проводили исследования по количеству попадающих детей, семей в интернатные учреждения, то те регионы, где есть вот эта, ну, как бы, участковая помощь, где есть социальные, служба социального сопровождения, например, как в Пскове, там процент значимо меньше, в десятки раз, меньше детей уходят из семьи в детские дома и в дома ребенка. это очень важно, когда вот на самом начале, да, ребенка подхватывают, и я, мне кажется, мы такую хитрую интригу затеяли, да, имея рядом Ларису Витальевну, вот, значит, пустили вперед регион, но мне кажется, это очень важно показать, как работает, да, вот, сейчас, может быть, еще Лариса Витальевна тоже что-то добавит, и, может быть, будут вопросы. Я пару слов, я вижу вашу руку уже, и, наверное, я встала, я просто не могу, я маленького роста, мне не видно всю аудиторию. Я хотела добавить, Оксана как раз начала тему того, что себя предоставляет самый базовый уровень реабилитации в домашних условиях, то, что касается повседневной жизни ребенка и касается, как одеться, как умыться, как с постели встать, какую тарелку взять, как сесть, чтобы покушать и так далее. Так вот, на самом деле, сейчас как раз в тех документах, которые мы разрабатываем в концепции ранней помощи, активно обсуждается вопрос о том, чтобы создать стандарт и вообще новую специальность, которая называется специалист по ранней помощи. Это современная тенденция, нужно сказать, что в Соединенных Штатах Америки уже теперь у нас имеются как команда высоко специализированных, профессионалов, которые умеют глубокую оценку провести, программу выстроить. Так одновременно имеется уже и целая, достаточно большая популяция специалистов, просто по раннему вмешательству они там зовутся. У нас здесь в России, мы говорим, по ранней помощи приняли этот термин. И, собственно говоря, это тот специалист, который идет домой и обладает широкими знаниями по каждой области функционирования ребенка, начиная от познания и заканчивая участием в социальном взаимодействии и участием в жизни общества этого ребенка. И это тот специалист, который выстраивает отношения с семьей, выстраивает отношения с ребенком и является проводником. И для нашей страны, когда у нас достаточно далеко друг от друга расположены службы и вообще из сельского района в областное, тем более в какой-то более крупный город приехать, это очень длинные, большие расстояния, очень долгое время, мне кажется, нам нужно развивать подобные службы, в том числе специалисты по ранней помощи. Да, мне кажется, что еще важно сказать, что если вот та работа, которая сейчас ведется, все-таки придет к какому-то позитивному результату, то будет услуга ранней помощи. Ведь то, что мы сейчас имеем, то практически ни в каких регионах это ни во что в перечень социальных услуг. Тогда совершенно непонятно, как государственная организация будет оказывать эту услугу и как негосударственная организация будет оказывать эту услугу. Вот это важно. И очень большая работа была проделана Институтом раннего вмешательства и московскими тоже специалистами, в основном Казминым, Александром, университетом, Санкт-Петербургским. Ну, то есть широко это все обсуждалось именно по описанию услуги ранней помощи и долго спорили. И мы очень надеемся, что сейчас все-таки это войдет как набор услуг, не одна единая услуга, а будет набор услуг. И тогда это реально может работать. Но все равно, конечно, очень волнует, а как же это достигнет вот этого маленького ребенка где-то далеко. Вот поэтому это очень важно. И какие-то вопросы можно, пожалуйста, давайте по очереди. Вот давайте с самого заднего ряда. А вы, если можно, представляйтесь и, если можно, отвечайте на наш вопрос. Кто вы? И что-нибудь знаете ли вы о том, что сейчас идут попытки ввести раннюю помощь наконец как систему работы в стране? Меня зовут Родионова Барвара. Я представляю одновременно два фонда. Первый фонд это фонд слепо-глухих, который сейчас начинает объединение по всей России семей, где детки слепо-глухие. И, соответственно, там есть и детки, которые только недавно родились. Второй фонд это семья для каждого ребенка. В основном, конечно, уже родители берут детей постарше. Но есть, например, вот у нас мама, которая взяла маленьких детишек с синдромом Дауна. Она не говорила о том, что к ней обращались подобные центры. То есть, к ней только ходит социальный работник, который не ставил ее в известность о таком существующем центре. У меня... Москва. Да, Москва. Ну, фонд слепо-глухих сейчас будет затрагивать все регионы России. У нас будет первый съезд родителей в ноябре. Мы будем собирать, естественно, все вопросы, в том числе этот, обязательно я подниму. У меня вопрос такой, в роддомах какие имеете вы права как организация? То есть, вы приходите и на этапе, когда вот только узнает родитель о том, что у его ребенка такой диагноз, о том, что он родился особенным, вы имеете право сразу прийти и сказать, что вот мы есть, мы вам поможем, не отказывайтесь? С здравоохранением сложнее всего. Все исключительно только на личных отношениях, но происходят некоторые изменения. Мы очень долго стучались и пытались выстроить отношения с генетическим центром. В этом году они пришли сами к нам. Они пришли и сказали, нам надо. Что-то, видимо, в здравоохранении тоже в системе меняется. Причем они подсказали нам, сказали, что мы с родильными домами сотрудничаем и они в общем пообещали посопутствовать тому, чтобы мы туда могли войти со своей информацией. Вообще, как бы, здравоохранение это самая закрытая система. Нам сложно. Сейчас давайте вот, не знаю, даже вопрос отличный. А в каком регионе пускают некоммерческие организации, ну или пускают даже государственные вроддома? Как вы просто назовите потом? Нижний Новгород, у нас вы смеете, У нас организация сияния, это родительская организация общественная. Собственно, пускают нас именно как родителей, у нас есть психолог, ну все это происходит, да, организация родителей детей синдрома дауна. Все это происходит по запросу родителей. Конечно, я правильно могу говорить, что все на личных связях, то есть, если у нас есть какие-то связи с роддомами, с генетикой детской областной, и от них приходит информация, что появилась такая семья, то мы предлагаем свои услуги. Проводили мы семинары тоже с работой на роддомах, но это вот не дало какого-то всеобъемлющего эффекта. Поэтому все в основном по запросу родителей, когда они получают информацию. По поводу ростовного рода, у нас есть патронат религиозной организации до прихода нашего местного, очень хорошее отношение есть с родильным отделением, и в общем-то именно через священников иногда родители узнают, например, о том, что есть родительское сообщество, и в то же время они получают поддержку, и это помогает, не оставляет детей. В Костромах? Шарья, Костромская область. Понятно. Вот у кого-то еще, оказывается, есть доступ в роддом, прям даже интересные вопросы. Вопрос там еще не закончился. Можно я тогда дам обратную связь по Москве? По Москве даун сайта пускают несколько роддомов, всех остальных никуда не пускают. Хочу обратить ваше внимание, что кроме синдрома дауна есть и другие дети с нарушениями развития видны прямо на первом этапе. И вот они попадают в наиболее тяжелую ситуацию, потому что ассоциации тематической нет, и получается, что вот все эти бедные дети с синдром и женой или кошачьим крика, они все пролетают, их всех обязательно уговаривают отдать. А это видно сразу при рождении еще несколько. И вот я вот в частности хотела тоже завтра на круглом столе для родителей обсудить, что все-таки надо детей. Кто-то сзади еще руку поднимать на секунду можно? Сейчас что-то хочет еще сказать. Роддома очень вам. Региональная общественная организация родителей детей инвалидов дорогой Добракировская область нас спускает в роддома в перинатальный центр. Мы входим в общественный совет при перинатальном центре детской областной больницы. Дружим с генетиками, дружим с главными врачами. И начиналось все, конечно тоже очень сложно со здравоохранением, но мы 7 лет уже их в этом убеждали и они увидели эффект от нас и что действительно профилактика отказов от новорожденных стала уже такой актуальной темой. В этом году здравоохранение и соцразвитие подписали договор с фондом профилактики социального сиротства и сейчас проводится обучение именно по отказам от новорожденных вообще, в том числе от новорожденных с особенностями развития. Но у меня еще вопрос такой, то есть они сейчас нас, соцработник приглашают нашего психолога и обычно меня, как в качестве родителя и руководителя организации. есть такие случаи, когда мама не хочет ни с кем встречаться. То есть нас приглашают, хотят здравоохранения, чтобы мы пришли родом, а мама не хочет с нами встречаться. В таких случаях, как дальше. вопрос по поводу когда родители и мама не хочет встречаться. но официально вы, конечно, ничего не можете сделать, безусловно. хотя мне кажется, что это очень сильно зависит от того, как ведет себя персонал. И если сейчас будет принят этот кодекс этики медицинского работника, где прямо черным по белому написано, что это будет наказуемо уговаривание оставить, и в эффективный контракт руководителя роддома будет входить количество забранных детей с нарушителями развития, то я думаю, мы через какое-то время увидим результат. Там вот мы не дали соединению задать второй вопрос. Сейчас мы вас не забудем, у нас есть время, спасибо вам. Собственный грамот вопрос возник на предыдущем докладе о том, что сейчас некоммерческие организации могут брать шество над детишками с особенностью развития, которые находятся в доме малютки или в интернете. В данном случае мы рассматриваем дом малютки, в который попадает такой особенный ребенок. Скажите, вы пробовали такое шество раннего вмешательства как организация? Нет, мы не пробовали такого шества. Мы работаем с семьями, которые обращаются к нам. Это важно. Добровольность семьи. я думаю, ситуация, которая приводит к тому, что появилась возможность шествовать в доме малютки, наверное, это надо рассматривать. И последний. Еще разочек на ваш вопрос. Дело в том, что если мы говорим о раннем возрасте и ребенке раннего, ну вот, маленького возраста, то нужно быть с точки зрения шеств очень аккуратными. Мы говорим о формировании привязанности ребенка в этом возрасте, мы говорим о необходимости стабильных отношений, о постоянном взрослом. И, ну, в общем, если задумывать какое-то шество, то нужно помнить о том, что важно ребенку обеспечить стабильность и предсказуемость в жизни, чтобы то количество взрослых, которое он видит перед собой, не составляло калейдоскоп из лиц, лица не мелькало, не внесло в его голову вообще суеты и сумятицы с тем, к кому он вообще может с чем-то обратиться. Это очень-очень тонкая и деликатная тема. Ну, для нас тогда последний вопрос. Я бы хотел тоже добавить, ну вот мы не в дом ребенка, но в принципе в детские дома вошли, да, не в дом малютки, город Москвы с таким, но немножко получилось почти кража со взломом, когда мы сначала вошли в общественный совет, при департаменте и, соответственно, получили право входа, а после этого стали, ну, лоббировать создание специального постановления, в Москве специальное постановление об обязательности работать с некоммерческими организациями детских домов. И у нас сейчас, ну, почти во всех детских домах-интернатах есть прикрепленные общественные организации, которые заходят, волонтеры которых приходят и могут видеть. Это очень, между прочим, много дало, потому что все-таки уже мы видим гораздо меньше фиксированных детей. Это лучше, это все-таки мы видим, что детей все-таки начали вынимать из кровати. Тут была такая беседа с одной санитаркой, она говорит, вот теперь детей из кровати вынимаем, потом смотрят на меня таким недружелюбным, говорят, наверное, из-за вас. Ну, не лично из-за меня, мы группы были, но вот как бы общественников обвинили в этом. Я сказала, что я рада за детей. Вот, но у вас вопрос. А вопрос, если к вам обращается семья, вот как в нашем случае со слепым глухим ребенком, которому требуется определенное оборудование дома, это не просто там ложки-вилки, это, ну, это особенные игрушки, это все стоит денег. Как вы в данном случае можете помочь семье с приобретением? Обращаться к спонсору. То есть вы помогаете обращаться к спонсору? Да. Если ребенку необходима какая-то помощь, мы понимаем, что ему нужно, но мы обращаемся к, мы начинаем думать вообще, как бы, что этому ребенку необходимо, что у него есть дома и что было бы ему, ну, вот край как нужно. И если это надо, то мы ищем средства для того, чтобы это появилось. Хорошо. Спасибо большое. Здравствуйте. Ростовская областная общественная организация семьи воспитывающих детей с синдромом Дауна лучики добра. Я Надежда. Просто к предыдущим вопросам о петлике я уже говорила, по-моему, один раз, о том, что у нас тесная связь с генетикой. И, наверное, это очень хорошо, потому что мы имеем право дать маме возможность выбора. То есть давая диагноз как приговор, ей дают возможный путь информированности и решения этого вопроса, прикладывая наши контактные данные. У нас была одна мамочка, которая позвонила и спросила, вы принимаете детей с синдромом Дауна? Конечно, я не знала, что на это ответить. Я сказала, что да, мы принимаем, ну, вас вместе с вашим ребенком. Вот. Но она находилась в той ситуации, что она написала отказ. Ну, у нас в организации есть всякие мамочки и есть такие, которые прошли через эту процедуру, сотрудничали с теми же людьми, которые работают у нас в Ростове в области, да, с теми же психологами, с теми же юристами. Вот. И знали тот призинг и давление, которое проходит мама, которая находится в полном шоке и растерянности. Вот. Поэтому наши мамочки звонили, той мамочке, я с ее разрешения отдала ее телефон. Вот. И вот такую вот, может быть, не профессиональную, но насыщенную личным опытом. Помощь мы показывали. И это, наверное, самое важное. Вот. У нас есть такие случаи, которые мамочки, которые уже отказывались, но потом забрали, вытягивали вот таких же других мамочек. И потом те говорили, мы вам очень благодарны, потому что до тот момент, мы думали, звонят какие-то ненормальные, пытаются рассказать, что-то ненормальное. Но проходя через какие-то вот эти этапы сомнения, забирая детей домой, они говорили, вот одна мамочка написала мне в одноклассниках, я не знаю, что я бы делала без своей принцессы. Вот. Но при этом мы предупреждаем, что будет сложно, что будут какие-то особенности, будут проблемы, но мы все вместе пытаемся их решить. И да, это очень важно, чтобы было желание самой мамы пойти. Спасибо. Это очень важные ваши слова. Надо, правда, сказать, что это делается в очень маленьком количестве мест в стране. Вот мы сидим, обсуждаем, что в Питере этого, по-моему, нет. В Санкт-Петербурге был в 2000-х годах достаточно большой проект, когда действительно сформировали бригады быстрого реагирования, условно так говоря, которые могли приехать в роддом к маме, у которой появился малыш с синдромом Дауна. И эти бригады состояли из мамы, которая уже растит малыша с синдромом Дауна, из психолога, ну вот как минимум два человека. И они действительно всяческую помощь оказывали. После этого сейчас, вот я, наверное, даже не могу сказать достоверно, насколько сохранились эти бригады в работе. По-моему, нет. Так, еще кто-то хочет? Можно я в поддержку коллегам к слову «Опыта Кострома» «Мама общественной организации поддержки людей с синдромом Дауна». У нас вот такой опыт нашей организации. Да, мы подружились с домом ребенка, куда попадают детки наши. Имеем доступ к родителям, которые до конца еще не расстались со своими детьми. То есть они его пока навещают в доме ребенка с нарушениями ментального характера. То есть мы разговариваем вот с этими родителями, но с некоторыми уже даже на протяжении года мы поддерживаем связь, нисколько их не осуждаем, но как-то вот советами помогая. Затем мы подружились и внедрились, я так скажу, в областную ПМПК нашу, которая ведет скайп, по скайпу консультирует область Костромскую. Мы попросились к ним на вот эти видеосвязи. То есть мы присутствуем на сеансах видеосвязи, тем самым помогая, как-то консультируя, как родители по всей Костромской области. Так что я хотела сказать. А еще вопрос можно задам. Я самую первую руку подняла, я хотела спросить о такой важной теме, как скрининг и диагностирование ВКО-отношения. Ну, как-то участвуйте в этом скрининге и постановке диагноза. То есть дети же не всегда, то есть они рождаются, и не всегда можно диагноз при рождении поставить, а хватит, что ребеночек уезжает на самом деле в глубинку, там куда-то в деревню, и его потом обнаруживает мама диагноз через год, через два. Как вот с этим быть? Имейте ВКО-отношение? Ну, вообще как бы мы не участвуем в постановке диагноза, мы не врачи. Обычно это происходит в поликлинике, хотя у нас есть опыт, когда и случаи, когда к нам приходил ребенок с задержкой в развитии, которому выставили диагноз мозаичная форма где-то в лет 4 или в 5. подтвердили кариотипы. Нет, это было как бы, ребенок занимался у нас, все-таки были сданы дополнительные анализы, и у ребенка подтвердилось наличие синдрома. Я хочу сказать, что у нас в Красноярске нет отдельной организации, обтенеющей родителей детей с синдромом Дауна. Это такой организованный и уже как бы там оформленный. Но родители достаточно активны, и они вот это вот церрофанное радио, где можно получить помощь в раннем возрасте, они как-то сами друг другу уже передают, и к нам все раньше и раньше начинают, с более раннего возраста начинают обращаться родители. Сейчас как бы через генетический центр, и вот это вот какая-то группа, которая в общем как-то к нам прибилась, родители, которые воспитывают детей с синдромом, и они уже друг другу начинают помогать, поддерживать. Зависит все от активности. Мы точно так же выезжаем в область. Вот еще забыла сказать, что, ну просто поделюсь опытом, мы создали такую мобильную бригаду, которая на своих личных автомобилях и папа, и мама выезжают в роддома, то есть тоже там у нас свои люди. В общем, когда узнаем, что родился такой малыш, выезжаем на разговор, так же мы выезжаем, начали выезжать в область, где узнаем, что семья находится в тяжелейшей там ситуации психологической, да, там глубокая, в глубинке, в деревне, мама плачет, папа не знает, как себя вести. Мы выезжали, брали своих малышей, собирались в один большой автомобиль и ехали, просто показывали, какие дети у нас замечательные, и причем дочь моя тоже свою помощь оказала мальчику Мишу, мы приехали в глубинку, в Островский район, Костромскую область, она к нему подошла, долго на него смотрела, они вместе как-то там играли, взаимодействовали, она подошла, пальцем засунула ему язык в рот, подняла рукой подбородок, сказала, рот надо закрывать. Хорошо, спасибо. Вот Лариса Витальевна тоже хочет добавить к вашему вопросу. Я как-то все больше про систему, наверное, чем про частные случаи, потому что, если говорить о государственной системе, то и говорить о скринингах, вопрос, который мы подняли, то общепринята, мировая практика, все-таки это пренатальные скрининги, и они медицинские осуществляются, на предмет наличия каких-то, может быть, нарушений у будущего ребеночка, ну, ребенка, и помощь маме, соответственно, уже в тот момент. А кроме того, это так называемое наблюдение за развитием ребенка, которое осуществляется либо патронажной медицинской сестрой, либо участковым доктором, у которого семья наблюдается. Это означает, что ежемесячно, когда семья с ребенком встречается с медицинским работником, медицинский работник имеет определенные пункты, по которым он наблюдает за развитием ребенка. Не только за здоровьем, за развитием ребенка. Есть определенные, четко выверенные навыки, которыми малыш может овладеть в определенном возрасте, которые могут точно сказать о том, что, если навыком ребенок не овладевает, он уже начинает задерживаться в развитии. Далее, безусловно, эта семья направляется уже на оценку. И во всем мире существует специальность, которая называется педиатр развития. Не просто педиатр, педиатр развития. Человек, который хорошо понимает, как развивается ребенок, какие существуют признаки того, что развитие начинает идти не так, как оно должно было бы идти в норме, и куда нужно направить маму, и как ей это сказать, какими словами. У нас в свое время, когда я начинаю об этом рассказывать, в стране говорят, у нас тоже на первом году жизни ребенок каждый месяц посещает доктора, и медсестра на него смотрит. Так вот, противовес вам хочу сказать. Не посещает, и не смотрит. Медсестра встретит на улице в коляске, спросит, как у вас дела, и мама скажет, все нормально. Врач в лучшем случае спросит, ну как у вас он там поднимает голову или еще чего-нибудь, даже не обращая внимания, как делает это ребенок. Очень важно поднимать эти вопросы. Здравоохранение должно обращать внимание на развитие детей. Они первыми видят детей, они могут за это отвечать. Вообще-то, клянуться, что должны. Вот кто-то еще хоть что-то добавить. Там заднего ряда, если можно, а потом еще после еще того. Ну хорошо, скажите. Смотрите, у меня как раз таки ситуация обратная. У нас педиатр замечал задержку в развитии, даже рекомендовала красить губы красной помадой. Ну, у меня ребенок с расстройством патистического спектра. Но, к сожалению, больше она не знала даже, чтобы порекомендовать. Вот и все. Поэтому, нет, замечают, смотрят, спрашивают. И зло спедиатр. Точно. На самом заднем ряду. И давайте перейдем к следующему выступлению. Потому что тема настолько емкая, мы просто не успеем. Смоленске. 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 в глубинке этот пакет. Расскажу. В Санкт-Петербургском институте радиомовмешательства есть совершенно замечательный семинар для специалистов по использованию программ помощи местного сообщества. И у них же есть литература, которую нам они предоставили бесплатно. И вполне возможно, что если вы обратитесь к ним, они для ваших специалистов проведут этот обучающий семинар, привезут литературу, расскажут, что с этим делать. Еще и будут сопровождать... Для этого надо уйти от курсового способа. Правильно ведь? Вы соцзащита. И у вас приезжает семья на курс на три недели, а потом уезжает. Это принципиально вообще другая история. Этот метод подразумевает, что ты регулярно семью держишь, сопровождаешь. Без перерывов, всегда на связи. Ты можешь из что-то острого, у семьи есть куратор. И тогда работают эти материалы. А если ты три недели и отпустил, то что там будет с семьей, как она дальше будет использовать, это другая история. Но сейчас, мне кажется, нам, может быть, про это Лариса Витальевна расскажет и про все остальное поподробнее. Спасибо большое, Оксана Михайловна. Я прошу прощения, я все-таки... Да, я поясню. Мы немножко поменяем ход событий, потому что нам просто были выставлены выступающие, вообще мы не думали о порядке, мы просто фамилии выступлений дали. А оказалось, что это уже у нас порядок. Все-таки какую-то хочется сохранить логику, может быть, мы ее не совсем сохраним, но мы сейчас вот какие-то системные вещи попробуем рассказать, а потом уже результат. Ну, сейчас пока мой доклад откроется. Значит, Сомарина Лариса Витальевна, Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства. И мне хотелось бы рассказать о опыте применения программ групповых программ поддержки родителей из детьми раннего возраста, у детишек, у которых есть какие-то нарушения развития. Это две программы. Программы ICDP и Mellow Parenting. На самом деле, если говорить о том, что почему вдруг рождаются такие программы, я назвала только две. В мире подобных программ существует гораздо больше. Почему они появляются? Потому что, собственно говоря, рождение ребенка с нарушениями в развитии, и когда растет этот ребенок в семье, приводит к некоторому сбою в родительской заботе. И сейчас, когда я довольно много и активно езжу в регионы, и посещаю реабилитационные центры больше, то я достаточно часто встречаю в этих реабилитационных центрах родителей, которые уже больших детей, которые могли бы сами все делать, то кормят, то шнуровывают им ботиночки, то шапку завязывают, то куртку застегивают. Ну, потому что больше я с гардеробом, наверное, встречаюсь. А почему так случается? Да по разным причинам. И никто здесь не виноват, что это так произошло, а скорее всего виновата та система, которая семье-то как раз помощь-то не оказала. Да, и если говорить о семье, то можно себе представить тот уровень стресса, который они испытывают, когда им приходится воспитывать, здесь много мам, вы подтвердите, когда приходится воспитывать ребенка, и, ну, в общем, понимать, что как-то не так его надо учить, а как, у меня есть с этим большой вопрос. И появляются, собственно говоря, такие программы. И вот если говорить о раннем возрасте, наверное, та же СБР-программа, про которую говорила Оксана, показала нам, что когда мы, чем позже мы приходим в семью, тем труднее изменить тот способ, которым мама или родители взаимодействуют с ребенком. Как правило, в семье уже сложился свой способ, свой образ. Как правило, семья уже пристроилась к тому, как жить с ребенком. Как правило, у них уже получается это. И когда я как специалист вдруг в эту систему вторгаюсь и начинаю говорить, что может быть, вы ребенка начнете спрашивать, а может быть, вы там дадите ему самому что-то делать. Ну, в общем, трудно это перестраивать, и трудно родить, или они встречаются с новым стрессом. Мы делали все так, и вдруг взрастет вам по-другому. Так вот, собственно, ранний возраст. Почему? Потому что все-таки важно именно профилактикой заниматься. Тогда, когда еще только вот эта система взаимодействия, становлений у родителей, представление формируется о том, как это нужно делать, да. И лучше, наверное, подсказать на этом этапе, нежели потом пытаться там убеждать, что нужно делать все как-то по-другому. Две программы, коротенько характеристику их дам. Первая программа, международная программа детского развития, коротенько аббревиатура ICDP, мы ее называем. Про нее довольно много сейчас информации в интернете на русском языке есть. Программа выстроена на том, на использовании видео тренинга, когда родители самостоятельно снимают или родители снимают моменты взаимодействия с ребенком, а далее родители сами выбирают те точки, которые они хотели бы показать, посмотреть, обсудить и так далее. Потом подробнее немножко упомяну об этом. И программа «Зрелое родительство» Мэллоу Пэрентин. Это из интернета картинки. По этим картинкам вы сможете эти программы там найти. Мэллоу Пэрентин тоже есть некоторое количество информации на русском языке. В большинстве своем она на английском. Мэллоу Пэрентин – это обобщенное название. Вообще, ну вот на русский язык перевели как «Зрелое родительство». Вообще сейчас уже эта группа людей развела разные. Мэллоу Бэбис, Мэллоу там зрелые мамы, зрелые папы, зрелые там для малышей, зрелые для доддлеров, зрелые для бабушек и для дедушек. Не знаю, как это все можно сложить в русский язык. Потому что считается, что вообще с ребенком взаимодействует вся семья. И очень часто, ну, разные члены семьи по-разному могут оказывать влияние на то, как ребенок растет и овладевает навыками. Мы попробовали обе программы. Мы попробовали и ICDP, и Мэллоу Пэрентин. И нужно сказать, что, поскольку мы сильно и от норгежцев, и от людей, живущих в Англии, отличаемся, да, то напрямую программа на российскую действительность ложится сложно. И поэтому, собственно говоря, мы взяли максимально лучшее из этих программ, то, что возможно в наших условиях сделать, потому что Мэллоу Пэрентин, например, очень материально затратная программа. Редкий какой-то центр позволит себе ее целиком полностью реализовать. Очень дорого, очень много надресурсов и специалистов, и помещений. Программа ICDP прекрасна по содержанию, но если ее дополнить еще важными вещами из Мэллоу Пэрентин, получается еще прекраснее. В итоге у нас родилась наша программа, которую мы долго искали название, назвали «Чуткая мама». Вот, и это название как-то сразу прижилось и приклеилось к этой программе. Вот уже прожило три года с нами, и четвертый год в этом году начинается, и в группы в эти у нас родительский аншлаг. На чем основаны эти программы? На том, что традиционная помощь – это научное доказательство. Традиционная помощь, например, сосредоточенная только на ребенке. Если мы развиваем навыки какие-то у самого малыша взаимодействия, неэффективно. У ребенка мы можем развивать навыки, но если мама не научилась, я буду говорить «мама», подразумевая любой член семьи, ухаживающий. Хорошо? Если мама не научилась быть чувствительной к знаком ребенка, понимать, что он ей говорит, и быстро на них реагировать, то все навыки ребенка, сформированные в общении, например, со мной как специалистом, останутся только у меня с ним, а дальше, наверное, никуда не уйдут. Помощь родителям в их собственных проблемах, которая не сосредоточена на родительстве. Ну, например, там какие-то семейные проблемы. Она, возможно, и решит семейные проблемы, но никак не будет влиять, опять же, на ситуацию взаимодействия ребенка с мамой. Помощь родителям, только родителям в родительском поведении, что часто мы видим в наших центрах, когда родительские группы и родители обсуждают именно то, что они как родители делают. Например, что ребенка нужно внимательно слушать, что нужно использовать техники активного слушания или еще что-нибудь, это тоже хорошо, но тоже не так эффективно. Качество родительской заботы от этого не улучшается, было показано, или улучшается не сильно, ну, не сильно много, не очень сильно. И в связи с этим стало понятно ученым, что нужно каким-то образом все вместе это складывать. Одновременно заботиться и о том, чтобы родители были эмоционально благополучны до некоторой степени, и чтобы у ребенка новые навыки появлялись, и чтобы у самих родителей навыки появлялись. Представляете, вот такая комплексная программа должна случиться. Ну и, собственно говоря, обе эти программы, они предлагают такой подход комплексный, и их выгода заключается в том, что они достаточно структурированы, и предлагают темы для обсуждения в группы, и эти темы направлены на понимание себя как родителя и на понимание потребностей ребенка. Это означает, что проводится родительская группа, внутри которой родители могут обсуждать, обсуждать собственные чувства как родителя, понимание себя, понимание моего обыда как ребенка, того, что я принесла или принес из своей родительской системы, как это влияет сейчас на то, как я общаюсь с ребенком, на представление о своем ребенке, очень интересные и важные темы. Обе программы используют микроанализ поведения и коммуникации в паре ребенок-родитель с применением видеотехнологий. Что это такое? Как правило, и та, и другая программа предлагают делать коротенькие видеосъемки, взаимодействия пары мама-ребенок в какой-то ситуации, например, в ситуации, когда мама ребенка кормит, или в ситуации, когда мама с ребенком играет или общается. Далее мама сама отсматривает эту видеозапись и, собственно, может сама, может вместе с тренером, отсматривая, выбирать кусочки, которые она хотела бы предъявить всем остальным родителям в группе. Но очень важный настрой, последняя точечка. Обе программы поддерживают позитивные навыки взаимодействия и игнорируют негативные. Основная и главная вещь. Мы в этом взаимодействии находим позитивное. То, что здорово получается, за что можно похвалить маму, что нужно поддержать, что нужно развивать. Это вот тот истинный подход. Опоры на сильные стороны. Почему? Потому что, ну, как правило, считается, что если я что-то плохо делал или у меня не получается, я уже сам об этом знаю. Я уже про это подумаю, я это замечу. И зачем же мне на этом еще делать акцент и как-то снижать мое представление о своих навыках, о своих умениях, о своих успехах? Лучше, наоборот, меня больше приподнять и похвалить. Вот, собственно, видеотренинг этим и занимается. Обе программы опираются на имеющиеся знания родителей. Нужно сказать, что это особый подход. Это так называемые темоориентированные беседы, тема беседы, ориентированные на родителей. С одной стороны, да, мы задаем беседы, вот когда я говорила структурированные, предлагают темы для обсуждения. С другой стороны, программы открыты темам, на которые хотят родители обсуждать. А кроме того, ведущий, он никогда не предлагает готовых ответов, он не предлагает готовых решений. Мы глубоко уверены, что в группе из 8 или 10 человек родителей есть родители, у которых есть решение. Есть родители, которые имеют позитивный опыт. Родители, которые могут нам рассказать, как они уже справились с этой ситуацией, как они помогли сами себе, помогли своему ребенку. И на самом деле, когда родители друг другу вот таким образом помогают, при модерировании ведущим группы, группа работает гораздо более эффективно. Ну и, наконец, эти программы, они создают условия для безопасного применения приемов позитивного взаимодействия. То есть, когда родители обсудили, как можно взаимодействовать с ребенком позитивно, дальше они прямо здесь могут это попробовать. Не уйти домой, дома где-то как-то поискать, а в специально с моделированной среде, во время совместных дел, попробовать приемы позитивного взаимодействия. То есть, эти программы, в общем-то, они интерактивны, и они используют направляемые дискуссии, с одной стороны, структурированные обсуждения с инициативой от родителей, анализ видеоматериала, практические пробы взаимодействия, ну и, безусловно, домашние задания, которые бывают очень-очень-очень легкими. Основные компоненты программы «Четкая мама» они выдержаны в структуре программы «Мэллоуператив». И это у нас, когда пары, взрослый ребенок, приходят на 3-4 часа в центр, и у них есть некоторое время побыть вместе. Представьте себе, мама, которая растет ребенка, даже просто мама, у которой родился ребенок, первые 3-4-5 месяцев, мы в интернете видим призывы. «Придите кто-нибудь, принесите мне поесть!» Или там «Никто не едет в мою сторону, привезите мне упаковку подгузников!» «Мамы заняты!» «Мамы заняты, они могут не высыпаться им некогда!» Так вот, про время побыть вместе, когда ни про еду, ни про подгузник, ни про что другое, просто ты и ребенок. Такое время выдается нечасто. И вот здесь оно, собственно, для них существует. Детская группа, когда дети остаются без мамы, в то время как мамы занимаются в родительской группе, и это возможно с детям попробовать побыть самостоятельными, попробовать побыть с другими взрослыми, попробовать побыть с другими детьми в безопасной, поддерживающей среде. Когда их все понимают, что ты расстался с мамой, и тебе может быть грустно, и я тебя поддержу, и я с тобой побуду, и я с тобой поиграю, и мы с тобой про это поговорим, и если совсем не в моготу, мы пойдем к маме. Но дети учатся преодолевать вот это беспокойство, которое тоже, в общем, важно научиться преодолевать. Это совместные виды деятельности, такие как игра, еда, и еще кое-какая деятельность. Я хотела бы к этому вернуться потом, слайду, а показать немножко здесь. Вот это время в детской группе. Когда дети, это уже дети, которые научились маму отпускать, быть одни, не забывайте, что это ранний возраст, да, когда они прекрасно чувствуют себя вместе, когда они учатся взаимодействовать. Вот, собственно говоря, взрослых много, взрослые рядом. Взрослых, как правило, 4, 5, 6 человек. Специалистов может быть 3, 4 и дополнительно волонтеры, которых мы обязательно привлекаем. Для того, чтобы дети были в группе вместе, устраивается очень хорошая развивающая среда. Когда в достаточном количестве игрушек, и когда взрослые безопасно следуют за ребенком, позволяя ребенку проявлять собственную инициативу. Иногда у них не бывает такого опыта. Когда мама направлена на развитие детей, чаще всего они предлагают, идем почитаем книжку, давай порисуем, пойдем мы с тобой поиграем, иди, садись, будем заниматься. А тут вдруг раз, и тебе надо пойти и выбрать ту игру, в которую ты хочешь играть. А взрослый тебе предоставлен. И он за тобой последует, и поддержит твою инициативу, и будет с тобой играть. Это новый такой хороший опыт для детей. Совместная игра. Когда у нас мамы позанимались отдельно от детей, возвращаются к детям, это самый важный момент. Потому что они соединяются. Дети верят. Мама мне сказала, что я пойду позанимаюсь, я вернусь к тебе, и мама возвращается. Ребенок понимает, да, возвращается. Мама, поверьте, мамам на целый час уйти. Где от детей бывает очень тяжело. Обычно мы прям даже видим, как они слушают, что там происходит, не плачет ли мой малыш. Ничего там не случилось. Первые пару занятий они вообще не могут заниматься. И вот она вернулась, и это время вместе соединиться, обняться, поцеловать друг друга, получить удовольствие от того, что мы снова вместе, и все хорошо. А дальше вот это свободное время, когда мы маму учим, следуйте за ребенком, пусть он вам расскажет на своем языке, во что он тут играл, что с ним было, какую он игрушку прекрасную нашел, чем он занимался. Просто посидите, полежите рядышком, просто побалуйтесь вместе. Так как, ну, вообще многие родители это делают. Вот такая совместная игра. А очень важный и основательный компонент – совместная еда. Программа Мэллоу Парентин, и вообще многие, когда мы работали с разными программами из Великобритании, они говорят о том, что и считают, что еда – это то прекрасное время учиться общаться. И вообще быть вместе и общаться. И вот, собственно, элемент совместной еды, когда мама и ребенок развивают совместно много разных навыков. Спросить, что ты хочешь, готов ли ты к тому, чтобы кушать, хватит ли тебе уже, давай я тебя послушаю, о чем ты мне расскажешь. Вот у нас на картинке здесь пара, когда мама, полностью потерявшая зрение. И ребенок, у которого тоже серьезное нарушение зрения. И ребенок, которому, в общем-то, только к двум годам. Посмотрите, какая забота развивается, да, у нас. От того, что они могут быть вместе, у них есть для этого время, они предоставлены друг другу. Совместная деятельность, она, в общем-то, структурированная, когда мы просто предлагаем родителям чем-то с ребенком вместе заниматься. Их разных, несколько видов предлагается, что выберет семья, но это опять время побыть вдвоем и повзаимодействовать. То есть, все то, о чем родители говорили на родительской группе, и мы возвращаемся с вами на несколько слайдов назад. Говорят они вот об этом. Это восемь тем успешного взаимодействия. Как раз содержание, это программа ICDP. Говорят они вот об этих прекрасных вещах. Темы эти объединены в три большие группы. Ну и, например, первая тема. Посмотрите, какая она простая. Выражайте любовь к ребенку. И многие удивляются. Да как же все знают это, все умеют это делать, да? Но когда мы на своей родительской группе начинаем предлагать родителям, попробуйте вернуться в детство, вспомните, какими способами ваши родители дали вам знать, что они вас любят. Родители останавливаются, задумываются, и вы знаете, бывает разное. Бывает группа, когда многие расскажут много хороших способов, начиная от того, что меня обнимали, целовали или говорили, что я тебя люблю. А бывают тяжелые случаи, когда группа оказывает поддержку, когда взрослый человек вспоминает, что мама не делала этого, а мне очень этого хотелось. И вот этот разный опыт, который проживают совместно все мамы, у нас всего один час родительская группа и одна тема. И эта тема, она может один или два раза обсуждаться. И вот когда, наконец, мы про это говорим, про это обсуждаем, дальше мамы возвращаются. И вы видите, у них в голове они помнят, ребенку важно почувствовать, что его мама любит. А я могу это дать почувствовать, когда я смотрю на него с улыбкой, с любовью, когда я обнимаю его, когда я очень бережно кормлю его, когда я чувствую, что он хочет и поддаюсь, ну, чтобы он меня покормил, когда мы вместе играем вот в такую замечательную игру. То есть, обсудив, они могут сделать это. И, кроме того, они получают домашние задания для того, чтобы дома, в общем-то, попробовать делать все то же самое. Если говорить о результатах программы, мы видим, что совершенно точно при помощи различных инструментов были зарегистрированы следующие вещи. Улучшения зарегистрированы в родительско-детском взаимодействии. Лучше стали взаимодействовать мамы со своими детьми. Улучшилось поведение многих детей. Улучшилось, но незначительно, детское развитие, потому что эти программы не направлены на улучшение детского развития. Они направлены на взаимодействие. Улучшилось самочувствие матерей и измерялось в основном уровень материнской депрессии, который достаточно высок. Улучшилась эффективность, но и более эффективным стало материнское поведение сама по себе мама. И я предлагаю вам понаблюдать маленький кусочек видеозаписи, когда вот мама с малышом соединились и получают то самое прекрасное удовольствие. Я попробую нажать. Заиграет? Нет. Наверное, вам на компьютере надо. Видео. Мы уже видим на самом деле, как эта пара направлена друг на друга, как они счастливы от того, что они вместе. И я хочу сказать, что подобные видеозаписи, рассматривание видеозаписей совместное всей группой, расставление вот этих акцентов, что мы видим, оно очень сильно поднимает родителей. В принципе, видеотренинг, если им аккуратно пользоваться, то он дает очень много информации. Я нахожусь под впечатлением того, вот мы на первой клинарной части с вами смотрели девочку, которая с аутизмом была, как много она подала сигналов о боли. И это было видно только на видео. Я представляю, когда родители внутри находятся, они могут этого не осознать, что вот это сигналы о боли. И насколько она потом, опять же, на видео расслабленно, улыбающейся выглядела. Ну что, не получается? Какую из кнопок? Не испортить. Ну ладно, ничего. Давайте я закончу. Ничего. Давайте я закончу. На фотографии, правда, уже видно, что... Ой, перестала у меня, заела. Можете? Вот, наканчать, по-моему, заела. На слайде, после третий. Все. Сейчас я дойду до последнего слайда, потому что там мне очень хочется о важных вещах проговорить. И вот как раз этот слайд я хотела бы затронуть, продолжить тему сотрудничества с родителями. Да, достаточно часто, когда мы приезжаем на семинары и разговариваем со специалистами, многие специалисты в такой довольно претензиозной форме говорят, что у нас не получается с родителями строить взаимодействие. Они хотят отдать нам своего ребенка, чтобы мы с ним занимались, и чтобы там вот что-то изменилось. Да? И мы садимся и заводим долгий-долгий разговор со специалистами. В защиту родителей. Да? Почему? Потому что я вам хочу сказать, что я буду сотрудничать тогда и с тем, с кем у меня так или иначе выстроены отношения. И это некий подход, раннее вмешательство, основанное на отношениях специалиста и родителя. Только если мы с ним вдвоем выстраиваем диалог, у нас может сотрудничество получиться. И вот здесь для меня очень важные пункты. Я как специалист должна, и я не боюсь этого слова, должна быть искренне заинтересована в этой семье, в ребенке и в его родителях. Я должна быть включена в ситуацию того, как растет ребенок в семье, что по этому поводу думают родители. А искренняя заинтересованность и включенность, она выражается в действиях. А действия не могут быть как пример. Я помню, что мы говорили в прошлый раз, о чем мы договорились. Я интересуюсь тем, что произошло или не произошло в этой семье. Это все дает родителям знать, что я действительно искренне включена в то, чтобы помочь ребенку. Это отказ от руководства. Мы все профессионалы, мы учились в институтах, в университетах, много знаем, читаем книги и так далее. Но до тех пор, пока я буду стремиться руководить родителями, родители будут стремиться отдать мне эту ответственность. Да? На самом деле должен быть произойти отказ от руководства в пользу договоренностей, обсуждений, диалога вместе с родителями, разделения этой ответственности. Да, я знаю, у меня есть информация, я могу вам ее передать, но моя задача услышать ваше мнение и в соответствии с этим мнением вместе договориться о принятии какого-то решения. Это, безусловно, доверие, которое не приходит в одну секунду, которое строится постепенно, когда есть чувство безопасности в отношениях. А безопасность в отношениях, она рождается от аккуратности, от того, что я не буду маму, например, журить или ругать, или порицать за то, что она что-то не делает. А я не буду этого делать, потому что, собственно говоря, я хотела бы проговорить, что нужно понять этого человека, принять, что безоценочная позиция это самое главное и важное в нашей с ней договоренности. А выстраивается оно, собственно, от того, что, ну вот, доверие появляется, когда мы открыто делим все информации, когда мы рассказываем друг другу обо всем, но не требуем этого. Я никогда не буду требовать, чтобы мама мне рассказывала все-все-все. Если ей нужно, она расскажет. А расскажет она тогда, когда она почувствует, что со мной безопасно. А со мной безопасно будет, если я не буду ее ругать и оценивать. Да? То есть все это, в общем, вот таким образом связано. Ну и, в общем, вот это то, что я хотела вам сказать, это мои мысли. Спасибо большое, Лариса Витальевна. У меня вот вопрос, который я уже задавала, мне кажется, на этих днях, но сегодня он особенно для меня опять прозвучал. Я пришла на работу, с утра должна была как раз проводить родительскую группу и обнаружила, что у меня из семи участников четыре няни и три мамы. И я просто аж замерла, потому что я согласна на группу из любого количества нянь, ну и из любого количества мам. И пап можно тоже. Вот. А вот смесь какая-то, а еще если, например, была бы одна мама и остальные все няни, это как-то еще. Или наоборот, может, было бы поиграть там. А когда они так разделились, я совершенно растерялась и не знаю, что делать. А вы что делать? Анна Львовна, я с вами согласна. Мы допускаем одну маму, одну няню на группу. Вообще мы с родителями, конечно, договариваемся, что если мы вступаем в отношения, когда мы работаем в группе, то в группу приходят родители. Нам проще, наверное, Анна Львовна, потому что у нас ранний возраст. Многие мамы еще не работают, они приходят. Да. Нам сначала, когда начинали, тоже с маленькими начинали, было больше мам, было легче. Сейчас часть мам вышла на работу вообще. И как бы очень хорошо же, что вышли. Совершенно непонятно, что делать. А вот как вы относитесь? Вот, например, приходит мама и говорит, вот мне одна, другая мама сказала, что вот если мы сделаем иглоукалывание, то это очень результативно, и ребенок быстро встанет и побежит. Вот. Что вы на это скажете, Анна Львовна? И вот тут моей вот этой безоценочности, я совершенно разделяю, у меня терпение лопается. Сейчас столько осложнений вижу, что я просто не могу уже больше этой всей чертовщины терпеть. И я обычно не выдерживаю, а вы. Все, наверное, зависит от того. Задавали маму этот вопрос, после того, как я уже пять раз на него ответила. Ей может не повезти, я действительно, наверное, рассержусь, но не на нее, а на вопрос. Вот. Но все-таки я стараюсь себя сдерживать, с одной стороны, а с другой стороны, конечно, я придерживаюсь такой тактики. Я все-таки сажусь и завожу долгий диалог с мамой о том, что такое иглоукалывание, почему оно может помочь, а может не помочь, чем оно опасно. То есть максимально исчерпывающее количество информации и выражаю свое мнение. Если оно отрицательное, я говорю, я к этому отношусь отрицательно. Честно. Честно. Ведете себя честно, даже если это может привести к какому-то конфликту. А мама обычно говорит, ой, а я уже 300 тысяч заплатила и уже два раза мы сходили, а что же мне теперь, деньги что ли пропадать будут? Пойдем доделаем. Вот. Ну ладно. Итак, давай я говорю, ну может вы все-таки пожалеете своего ребенка, он как там плачет, наверное. Что для вас важнее сейчас? То, что испытывает ребенок или то, что испытывает тебя? Ну это короткий диалог, у нас обычно это все длиннее происходит. Спасибо, Лариса Витальевна. Я так вижу, что есть люди, которые хотели бы задать вопрос. Да, пожалуйста. Вопрос. Добрый день, Мария Фурсова, благотворительный фонд Downside Up. Сразу скажу, что я редактор, я не педагог, но тем не менее у меня есть вопросы. И хотела сказать, я услышала очень много родителей и специалистов, тех, кто работает с синдромом Дауна здесь, в этой аудитории. Поэтому в перерыве, если есть вопросы, в Downside Up различные по информации, по новому порталу нашему Downside Up в веке, вы, наверное, слышали про него, но если нужны подробные ответы, подходите, пожалуйста, поговорим. Лариса Витальевна, спасибо огромное за ваш доклад. Я слушала его, скорее, не как специалиста, а как мама обычного ребенка, но маленького. У меня два вопроса. Первый. Очень разные условия изначально у семьи. Есть семьи благополучные, где замечательный папа, который участвует в воспитании ребенка. Есть семьи, где мама одиночка, нет денег и так далее. Как вы, по вашим наблюдениям, видите ли вы разницу в том, как долго семья или отдельная мама должна входить в эту программу, чтобы какой-то эффект замечать? Как вы, в принципе, на изначальном этапе, может быть, вы ангетирование какое-то проводите, семьи учитываете этот момент? И второе, опять же, вот здесь больше как мама меня заинтересовало. Если на группе мы видели замечательные видеокартинки, позитивные взаимодействия, если возникает какой-то негативный аспект, то есть ребенок как-то негативно выражает себя, я понимаю, что мама может здесь в ситуации группы сделать так, как нужно, не закричать, не шлепнуть, а дома она придет и опять будет проявлять негатив. Как донести до мамы, что можно по-другому? Или это просто время? Спасибо большое. На группу к нам приходят не сразу в группу сваливаются все, нет, на самом деле это 3-4 индивидуальные встречи с каждой семьей до группы, где мы знакомимся с семьей, знакомимся с ребенком, знакомимся с мамой, объясняем про программы, потом собрание, только потом группа начинается, то есть они уже знают, да, группы есть разные, действительно, они есть разные с точки зрения условий их жизни, но как-то вот не случалось, чтобы мама сильно какая-то как-то по-другому себе, у нас как раз наоборот, труднее бывает, когда у мамы очень сильно эмоционально тяжелая ситуация, вот тогда эта группа трудно идет, потому что она на каждой группе может начинать плакать, горевать, переживать, и мы вынуждены в какой-то момент останавливаться, и тогда мы для этой мамы предлагаем индивидуальную терапию, чтобы немножечко как-то вот ей помочь, полегче сделать, то есть у нас есть и были истории, когда мы действительно маму на индивидуальную терапию предлагали, направляли и помогали ей там. В группе, если мама, значит, ребенок плачет и кричит, правда, и мама, правда, оглядывается, можно ли вот здесь сейчас сию минуту шлепнуть или нельзя, и в общем стараются сдерживаться. на той специалисты в группе, которые на самом деле в этот момент оказываться должны рядом и быстро помогать маме конструктивно решать ту ситуацию взаимодействия, которая случилась. Не все мамы сразу отказываются от того, чтобы шлепнуть или крикнуть. Безусловно, это только время. Группа идет достаточно долго, 14-15 недель она идет, и только действительно к там 8-10 неделе появляется внутри искреннее сознание, что этого делать не стоит. Это долгий процесс. Да, что можно по-другому. Пап на группу с мамами не пускаем абсолютно, потому что обсуждения идут женские. Если папы хотят, это будет группа для пап, только для пап. Но приветствуем пап на первых этапах в детской группе, когда он помогает немножко ребенку справиться вот с ситуацией разлуки. Вот у нас есть семьи, где только папа воспитывает маме. Мапа. Мапа. Это будет папа отдельная группа для пап. Нельзя смешивать. Когда мы начинаем вести присутствие машины? Нет, там в Виндор отношения. У меня совершенно практически корыстный вопрос. Мы бы хотели такую же программу организовать у нас, как это сделать. У нас было что-то подобное в Нижнем Новгороде на базе Центра соцзащиты службы ступени, но сейчас, насколько я знаю, что там специалисты... Ну, это Владя, а вот именно в Сиянии. То есть это вот то, что именно нужно для нас. Потому что у нас все как-то частично, вот кусочками, а это вот уже готовый продукт. Ну, первый короткий путь. Сразу руку подняла, это звался. Да, зрелое родительство в Нижнем Новгороде есть, я точно знаю это. вот. Я сама участвовала в этой программе, и, да, мне это помогло во взаимодействии с моим ребенком. Вот уже и отзыв одновременно, да, родители. вот. Это первый путь, короткий, второй путь. Второй путь, это, собственно, обратиться в институт, уже вот контакты есть, написать, и мы вам ответим. У нас буквально неделю назад очередной семинар по четкой маме был, и мы можем еще его делать. какие-то еще вопросы есть? Ну вот, такой у меня вопрос интересный. Мы можем, у нас может быть два пути. Мы можем просить им, Юрьевну, нам рассказать, им, Юрьевна, вам сколько нужно времени? Может быть, немножко больше, чем осталось, осталось. о нашей программе, тоже вот, она называется «Повышение родительской компетентности». Мы не придумали еще такого замечательного названия, как «Четкая мама». И очень много пересекающихся. Я не знаю, надо ли сейчас это или после перерыва. Вот, у меня было тогда предложение, если, Юрьевна, вы терпите, вы останетесь с нами, да, я с вами останусь. Тогда мне было бы очень интересно узнать про остальных слушателей. Может быть, тогда мы немножко вот эти 15 минут до перерыва еще немножко узнаем, кто с нами вместе. Вот у нас задние ряды такие, не все активные, может быть, вы пару слов скажете. Нам интересно, откуда вы, родитель вы или специалист, или и то, и то. И еще нам очень интересно, что происходит в вашем регионе с ранним помощью. Начались ли какие-то подвижки, или наоборот, уже все центры закрыли. Ну, потому что видим, конечно, вот, институт раннего вмешательства много занимается ранней помощью, а ЦЛП много ездит. Ты видишь, например, что приезжаешь в Бурятию, там было там три или пять центров ранней помощи, остался один, все позакрывали, а сейчас будет опять открывать. Вот, ну, и в других регионах примерно то же самое. Москва полностью исполнила этот танец, сначала закрыла ПМС-центры, теперь будет открывать. хотя все, ну, то есть, хотелось бы понимать, может быть, это поможет какому-то беседе на более высоком уровне, хотя свою голову им, конечно, не представишь. Да, тогда, если можно, вот, задних рядов пару слов, да, кто готов про себя пару слов сказать. Меня зовут Евна, я из Тюмени, я мама особого ребенка, у меня девочка в ДЦП, ей сейчас 15 лет, вот, я также представляю три организации общественные нашей Тюмени, Тюменской области, сообщество многодетных и приемных семей «Радость», ассоциация особых детей, «Дети-ангелы» и особый ребенок, наша старая организация Тюмени. Я что могу сказать по поводу вот ранних пташек, организация раннего развития детей в Тюмени и Тюменской области, у нас это, как бы, дети попадают туда по трем направлениям. Это значит, когда медицинская сестра и педиатр отслеживают, у нас с этим, слава богу, работа хорошо поставлена в Тюмени, они дают прямо направление и в областных центрах реабилитации инвалидов открытое отделение, которое называется «Первый шаг». Туда, значит, приходят мамы, папы, бабушки с маленькими, совсем маляпушечками на первом году жизни. И вот эта вот вся работа, которую сейчас рассказывала на Лариса Витальевну, там вот все проводится, включая тренинги для мам, общение, индивидуальные психологические консультации, реабилитация детей в разные программы, включая там Монте-Сори и сенсорные комнаты, и все. И сразу же вот эти специалисты, которые там занимаются вот в областных центрах вот реабилитации инвалидов по разным районам, они уже видят вот этих вот детей, которые в перспективе могут получить инвалидность, то есть они уже свой контингент видят и уже начинают с ними работать по реабилитации, причем в разных направлениях. Это вообще замечательный опыт. Единственное, что, к сожалению, у нас таких центров только два, один, значит, вот Калининского района и Ленинского района, у них очень много желающих, и они немножко не справляются. Вот. Спасибо большое. Курсами или вот уже попав на этот первый шаг, вы можете туда там, не знаю, раз в месяц или раз в две недели прийти. Как это выглядит? Вот. Мне кажется, ужасно важно, чтобы семья ни в какой момент не терялась от вот системы поддержки. Ну, я со своим ребенком туда не попала, мои девочки 15 лет, но вот мне кажется, что они туда попадут бесплатно только один раз до года. Вот. Но они, по крайней мере, если маму дали направление ей из детской поликлиники от педиатров или из реабилитационного центра «Надежда», который у нас есть в Тюмени, филиал открылся в Тобольске, туда пришли, то они уже как бы вот становятся на учет, вот эти детки. Если в дальнейшем будет инвалидность, они могут проходить уже. И там, кстати, вот юристы помогают уже и с оформлением инвалидности, и ПРОК, и они приходят туда уже, допустим, бесплатно по инвалидности потом. Мне кажется, что вся идеология ранней помощи состоит в том, что помощь должна быть приближена к месту жительства, она должна быть не дискретна, а постоянна, и она должна быть междисциплинарна. Это какие-то три основные кита, и, наверное, основаны на взаимодействии с семьей. А взаимодействие, может быть, это даже первое, да, имя Юрьевны, но взаимодействие с семьей не может быть одноразово. Если представить себе, что у тебя родился ребенок еще, не дай бог, не с синдромом, да, у нас каким-то другим синдромом, вот у нас была семья, у которой была трисомия по 18-й хромосоме, не синдром Дауна, но что-то в этом духе, между прочим, даже лицо похоже. И я говорю, ну вы сходите в данный синдром, но какая разница, где приклеилась? Нет, они не та хромосома, да, не та хромосома, семья осталась без помощи. А как? Спасибо, я просто прокомментировала. Вам спасибо. Что, не та хромосома, было очень обидно за семью, они были очень обижены. Я сказала, что дискриминация по хромосоме. А можно кого-нибудь еще? Кто-нибудь еще расскажите, кто признан на цели. Здравствуйте, меня зовут Наталья, я из Москвы. мама особого ребенка, 4 с половиной года, девочка с аутизмом. Дело в том, что очень интересно мне на форуме побывать, потому что я вижу родителей, которые уже как-то прилепились к каким-то организациям, создали свои какие-то ячейки. Я на самом деле просто отдельная мама. И раннее вмешательство, что такое это раннее вмешательство? У меня, я расскажу чуть-чуть, чтобы просто понятно был вопрос. Родился ребенок, у ребенка, конечно же, невинно было сначала особенности. И мы поездив по Москве, поменяли три поликлиники, и ни один невролог нам не предложил никуда обращаться, ни в какую систему ранней помощи. Диагноз мы ставили частным образом, частного специалиста за деньги, потому что до трех лет, конечно же, никто не смотрит это ничего. Далее я как мама, ну что же делать я? Конечно же, как и все, я открываю интернет, читаю, что. Ну, конечно, как методом проб и ошибок, частным образом мы занимаемся по системе прикладного анализа. К нам приходит за деньги специалист. Вот сейчас я сижу на форуме, оказывается, должна быть какая-то социальная помощь, которую мне должны предлагать, при том, что я сменила три поликлиники, никто не предложил, никаких нет методических пособий, никакой информации, и что, как это, потеряла я мысль, как вообще в эти системы попасть, потому что 4,5 года ребенку, мы нуждаемся в психологической помощи, маме, и еще, знаете, момент, извините, я хочу сказать, были у нас опыты бесплатной помощи, обращения в сады, ликотека там и так далее. все, что для меня, как для мамы, связано с бесплатным, это очередь, это специалист, который не знает ничего про особенности, это кабинет, где сидит серьезная женщина в пиджаке, и стол с пирамидками. я просто, знаете, отказалась вообще, ну, последнее копье несем, бесплатно, чтобы заплатить, чтобы нам отнеслись, вот как к людям, а не вот это вот, и, может быть, я с удовольствием бы в своей стране, в своем городе обратилась бы в систему бесплатной помощи, где вот, вот как у вас. Это и есть вообще? Да, давайте попробую рассказать. Спасибо. Значит, у нас, в нашей стране, да, ребенку гарантировано дошкольное бесплатное образование, начиная с двух месяцев. Поэтому вы, как гражданин страны, имеете право записаться на получение помощи в образовательных учреждениях. В Москве это значит зафиксироваться в эту систему, забыла, как называется, кто помнит, как система называется? Ну, АВАСИП. Да, дальше, пойти и все-таки пройти психолога, медико-педагогическую комиссию, получить заключение о необходимости специальных условий образования, создания специальных условий образования, и после этого они вам должны что-то предложить. На сегодня в каждом районе все равно остаются центры ради помощи и лекотеки. Вам не нравится качество одной лекотеки, можно идти в другую. Наличие инвалидности не является обязательным, обязательным является наличие диагноза. Если у вас есть медицинский подтвержденный диагноз, вы имеете право требовать от психолога-медико-педагогической комиссии создания специальных условий образования. Это А. Б. Социальная помощь согласно закону о социальном обслуживании, который вошел с 1 января в силу. Все имеет, кстати, и образование социальной защиты заявительный характер. Пока вы не пришли, вам никто ничего не даст. Идете в ближайший отдел социальной защиты, но он дает только инвалидам на сегодня. К сожалению, если у вас есть инвалидность, вы идете и говорите, составьте нам, юристы с утра рассказывали, индивидуальную программу получения социальных услуг, так называемый ИПСУ. Куда я хотела бы, чтобы вошло то-то, то-то, то-то и вот это. Это мне нужно. Желательно принести заявление в письменном виде. Если что-то не войдет, вы сможете жаловаться выше. Без ИПР. Неважно, что есть в ИПР, отдельно сейчас на всех должно составляться ИПСУ, и надо его требовать. ИПСУ. Индивидуальная программа получения социальных услуг. Если она у вас есть, это основание для требований. А кроме того, можно поработать еще с механизмом ИПР, куда опять же должны быть внесены все эти бесплатные услуги. Но, к сожалению, качество, это вещь достаточно случайная. Но вот то, что я вижу наших родителей, но у нас много родителей детей раннего возраста с аутизмом тоже, в основном все куда-то устраиваются. Вот имя Юлия, наверное, лучше скажет, но многие родители, может быть, не с первого раза, иногда бывает потрясающая вещь, когда приходит сам детский сад и говорит, нам кажется, что этот ребенок с аутизмом, правда? Вот. Маму там не скажете, что делать. Это вообще прекрасно, но не часто бывает. Но вообще, если потыкаться, может быть, не в первом, а в втором, а в третьем, найдете. Еще есть справочник по организации Москвы, оказывающим специализированную помощь. Он висит у нас на сайте, и мы через некоторое время будем, делаем обновления. Потому что после того, как они сейчас вот так вот все переделали, довольно трудно найти организации. Но можно. Сейчас мы делаем новый, может быть, посмотреть. Вот. Пожалуйста. А еще можно позвонить нам на запись, там сидит психолог, и она вам посоветует по вашему месту жительства. У нас еще вопрос доступности. Да. Да. Я ответила на ваш вопрос? Еще какие-то есть вопросы? Давайте один вопрос и перерыв. Да? Вот там сзади было. Карина Мерзуева, город Волгодонск, Ростовская область. Я не живу ни в центре, ни в Ростове. У меня слепо-глухой ребенок. Проблем очень много. И вроде как, ранняя помощь есть. При отделе образования есть центр гармонии, которая берет детей раннего возраста на занятия. Но занятия это чисто формального характера, потому что это даются рекомендации родителям, как с ребенком заниматься. Но, допустим, я со своим ребенком не могу туда попасть, потому что ребенок считается сложным, специалистов нету, и заниматься у нас некому. Уж о садах и всем остальном речи вообще нет. Ну, действительно, это сложно, но можно некоторые ответы тем не менее дать. Смотрите, во-первых, сейчас переиздана книжка школы Перкинс, где очень подробно описана именно работа со сложной структурой. У вас есть такая книжка? Но с лидерами работают. Вторая вещь. Все-таки вы, родители, найдите хоть еще кого-нибудь, пускай не с отчетанным дефектом, а, например, с нарушением зрения ДЦП или чем-то. Посылайте учиться. Сейчас идет соединение, учат. Мы будем учить в конце октября, в ноябре. Возьмите координаты, я попробую вам прислать информацию. Пинайте своих руководителей, пишите письмо на местный департамент образования о том, что нам нужны специальные условия, специальные методики. Пускай учат специалистов, можно дать координаты, куда-то. Дело все в том, что отдел образования и точно так же Министерство образования Ростовской области на мое письменное письмо ответили, что у нас все области все задействованы, все дети, инвалиды могут везде обучаться. Но при этом, когда я на ПМПК в областном говорю, у меня слепо-глухой ребенок, куда мне с ребенком можно обратиться? Сергей в посад. Даже если, сейчас отвечу, даже само Министерство образования говорит, не получайте услуг, пишите в прокуратуру, не сидите на месте. Образование – это право неотъемлемое каждого ребенка, они обязаны вам его предоставить. Если у вас есть нарушение развития, специализированное, и нечего, надо писать дальше, выше, пишите в Министерство образования, пишите в прокуратуру, не надо бояться, вам уже все равно хуже не будет. Правильно? Вот. Давайте сейчас все-таки перед окнем, жалко, что тут нельзя проветрить. Спасибо вам большое. Это поэтому окно было. Спасибо. Хотим проветрить, наверное, можно. Спасибо.